Всем привет дорогие друзья, с вами Игорь Еремин и вы смотрите проект Рэп Ньюз и подборку самых шумных новостей последних дней в русском рэпе. Перед тем как начать, обратите пожалуйста внимание на наш ролик про Драго. В нем мы рассказали подробную биографию артиста и взяли у него актуальные комментарии на острые темы. Переходите смотреть, если еще не видели и напишите кого позвать следующим гостем. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее и будьте готовы в конце ролика оценить его лайком либо дизлайком, сдобрив все это своим комментарием под ним. Приятного вам просмотра. Друзья, залетайте на сайт hustle.rf. Там вы найдете большой выбор одежды от мировых брендов и наикрутейшие кроссовки. Мы лично это уже оценили. Хаслы готовы доставить вам кроссовки по любому адресу бесплатно и взять оплату только при получении товара. Если что-то не понравилось, вы всегда сможете обменять вещи или вернуть товар. Также они сделали для наших подписчиков скидочку аж в 30%. Закидывайте что угодно в корзину, вводите промокод RAP NEWS и вуаля, скидочка ваша. Ссылочка на хаслов будет в описании. Состоялась премьера долгожданного клипа Егора Крида и Нюши на совместный трек под названием «Мистер и Миссис Смит». Композиция входит в альбом Крида 58, который вышел в апреле 2020 года. Ранее было множество слухов о том, что бывшая парочка готовит клип. В итоге получилась не просто экранизация, а мини-фильм. Стоит отметить, что последние работы Крида выполнены очень креативно, красочно и с проработкой. Линджи и ESD выпустили драйвовый трек под названием «Беды с башкой». Агрессивное звучание, в котором рэп переплетается с альтернативной музыкой. Сам по себе фит получился неожиданным. Слушатели заметили в исполнении Линджи отсылки к грязному Рамиресу. Совсем другое звучание вы найдете в новом треке от Чипа-Чипа и Внука. Парни презентовали совместную песню под названием «Опять о любви». Как говорят авторы, вернули фэнам 2013 год. Вас ждет «Любовная зимняя история». Замерзшими пальцами по экрану, замерзшими пальцами. Опять о любви, которые нет цены. Пишут аимные пацаны. В ноябре Локи Мин выпустил релиз «Черная метка», который слушатели хорошо оценили. Чтобы закрепить успех, исполнитель выпускает атмосферный лайф в поддержку нового релиза. Визуализация получила самая взрывная композиция под названием «Прород». На передачу к тому, кто единственный в России может себе позволить проводить концерты во время пандемии в Басти, заскочил Даня Нелетто. В передаче «Вопрос ребром» приглашенный артист отвечает на вопросы хейтеров. На самом деле выглядит это нелепо. Ну, как можно было написать одну единственную песню «Любимка», которая выстрелит и больше ничего? Я написал «Любимку» и больше не написал ничего. Видимо, ты просто нихуя не смотрел и не слушал. Нелепо, а в смысле Нелетто, рассказал, что вообще не читает книги, а приглашенные специалисты очень странным методом проверили его на стероиды. А также мы теперь знаем, что Соболев, когда смотрит видеоблогеров без футболок, смотрит на их соски, чтобы вычислить на стероидах они или нет. Наверное, да, поэтому смотрит. Нелетто был в гостях у Виктора Блуда. Вы там тренировались, и там есть фотография, где у тебя прям как будто бы образование гинекомастии есть. А вот информативная швутка. Сейчас, смотри, давай разъебу. По поводу сосков. Смотри, сейчас вот так емный, сосок уменьшится. Вот, Вась, скажешь мне, что я пидор в глаза? Что, что ты пидор, еб-то? Скажи, что мне пидор, скажи давай. Нет, ты тогда. Я пидор. Может, ты пидор? Ти-фест презентовал 41-минутный ролик под названием «Мама, я еду домой. Пролог». Это занимательный фильм для преданных фанатов-исполнителей, а ведь в нем рассказывается история карьеры Кирилла. Используется множество архивных фото и видео, которые однозначно растопят сердце зрителя. Данный ролик – только начало долгой истории, которую еще ждет продолжение. Так комментирует фильм сам автор. Фейс опубликовал короткий видеоролик, на фоне которого играет грядущий трек «Рэйман». Помимо этого он сообщил, что релиз состоится 15 декабря. Прям на мой день рождения. В этом же видео он рассказал и о фите Скизару, про который пишут многие СМИ. В своей трансляции Фейс сказал, что не хочет в данный момент с кем-то фитовать. А что ж касается фита Скизару, то можно сделать, но он не горит особым желанием. Кстати, смешно, как я сказал, что если вы хотите, забивайте комментарии к Скизару. Я не против фита, я не против. Я не сказал, что я хочу, я мечтаю, мне нужен этот фит. Кстати, про фит Скизару высказался и Слим. Дядь, Фитонеж Скизару. Скизару. Скизару – гагстер серьезный. Я не знаю, это опасное дерьмо. Гуф на трансляции поделился отрывком нового трека, судя по которому, это еще один заход на территорию чартов ВКонтакте, как и песня «Ураган» с альбома «Дом», который построил Алик. Дату выхода Гуф пока не называет, возможно, это будет совместная работа со Слимом, о которой второй недавно сообщил в прямом эфире в Инстаграме. Не был уверен, блеснул алкоголь и блюзанул веры. Я и сам не знал вот это чудеса. Пустите меня, я танцор, я хочу плясать. Рэпер Джиган зря времени не теряет и усердно тренируется в зале, несмотря на то, что комментаторы в интернете называют его бургером из-за набранного веса в последние месяцы. При этом Джиган показал отличные силовые, пожав штангу в 180 килограмм. На канале Труджим вышел ролик, в котором Джига тренируется с Кокляевым. В какой-то момент они устроили спарринг под названием «Выруби Кокляева за 2 минуты 41 секунду». Это скорее отсылка к Емельяненко. В том же видео Джиган рассказал, что готов за хороший гонорар выйти подраться в ринге. Не, ну если в тебе будет достойное предложение, потому что часто твое имя стало возникать уже в боях, ты можешь принять его или в принципе вход туда закрыт для тебя? Вопрос цены. Если хороший гонорар платит, почему бы не выскочить? Ну что, ждете Джигана в ринге? С кем бы вы хотели увидеть первый бой, пишите в комментариях. И как вам клип от Крида? Ставьте лайк этому ролику, либо без лайка. Оцените, конечно же, его по заслугам. И напишите в комментариях, какая новость вам понравилась больше всего. И не забудьте подписаться на канал. А с вами был ведущий Рэп Ньюз Игорь Еремин. До скорой встречи в следующих выпусках.